Так, я продолжаю вещание. В связи с новыми окнами возникла необходимость их открывать для проветривания. Там птички чирикуют. Быстро уже темнеет. Я ещё хотела снять видосик с колготками. Вот эту хрень не забрал дядя Руслан. Вот такая вот у меня вчера разбился бокал у него из-за термошока отвалилась. Провалилась вот эта ножка, на которой он стоял. В общем-то, всё, вялый текущий ремонт движется, непонятно, когда он пройдёт. Но я думаю, это всё потому, что мало денежных средств. Я говорю, если бы было больше денежных средств, всё было бы гораздо проще. Чёлк вот. Всё было бы намного проще, кот. Смотрите, какой кот. Вот там не лезет обниматься. Потому что я говорю, тогда нанимаешь бригаду ремонтную, переезжаешь на месяц, снимаешь себе там квартиру где-то или комнату, переезжаешь в другой. Ну, в комнату у меня с двумя окошками никто не пустит будет. Это нужно снимать квартиру отдельно. И тем более даже в отдельную квартиру тоже мало. Если там нормальный ремонт, если бы я, допустим, сдавала квартиру, и у меня бы там был ремонт, я бы не разрешила бы. Квартирантом приезжать с двумя кошками. Либо я с них заранее взяла бы залог там 1040 сразу, в случае, если их кошки что-то обдерут. Потому что я знаю, что кошки дерут обои. Причём так нехило. И скорее всего, если вы живёте с кошками, вам нужно либо делать специальное покрытие стеновое, декоративной штукатуркой, чтобы его не драли кошки. Либо закрывать стены там этим самым, текстолитом хотелось сказать, акриловым стеклом, как я видела, некоторые закрывают какими-то стеновыми панелями специальными. То есть, если у вас кошки, его нужно... Редко встречаются кошки, которые не дерут. Но вот эта вот, кстати, лысая киска, она не дерёт стены, она дерёт только когтеточку. А вот этот мерзавец всё равно дерёт. То есть, он вроде бы как бы... Он и когтеточку дерёт, но когда я не вижу, он и стены дерёт, и пальто дерёт. И вообще он мерзавец. Я говорю, я бы с двумя кошками не разрешила его снимать квартиру, честно сказать, квартирантам. Либо разрешила бы только увеличив, либо цену увеличив, либо увеличив, сразу взяв залог, чтобы в случае ремонта, в случае, если кошки что-то подрали, залог не возвращается. То есть, это, конечно, если вы снимаете квартиру, если у вас нет всего жилья, держать животных совершенно становится неудобно. Либо пришлось бы снимать какую-то квартиру по виду, которая была бы такая же, как эта. Ну, то есть, без ремонта какая-то, старая убитая хата без ремонта, где уже пофигу. Но смысл снимать такую квартиру, когда у меня у собой, блядь, такая уже есть. Такие дела. Итак, что у меня есть? Я сняла, короче, штаны. Сейчас вам продемонстрирую. Я вот в этом вот платье, которое никому не понравилось, и дяде Руслану не понравилось, вообще никому оно не понравилось, но оно, плюс его, оно тёплое. Вот у него флисовая подкладка. То есть, вот. Вот она. Ну, она уже, блин, свалялась катушками. И за счёт неё платье тёплое. Я хотя бы, мне кажется, я надеялась, что я на даче рачи не замёрзну, потому что у меня это тёплое платье. Но я всё равно замёрзла вчера. Чуть там, я думаю, я там помру, наверное, от переохлаждения. Вот. Потому что дядя Руслану у него особенность. Он говорит, а мне не холодно. Он там рассекает по даче в расстёгнутой куртке совершенно лёгкой, в лёгких джинсах, в которых он и летом ходил, в какой-то там футболке. И ему вообще похеру, реально, ему не холодно, а я чуть не замёрзла. Я думаю, это платье мне всё-таки поможет. Там, можно на дачу ездить, просто за покупками ходить, гулять зимой, потому что сейчас только декабрь впереди, ещё январь, февраль, я думаю, ещё все самые морозы впереди. Так, ну о чём бишь я? Четыре минуты. Мои покупки. Да, кот? Ваша твоя любимая рубрика покупки. Чё я буду сейчас есть? Чё я буду сейчас пить? Я сейчас буду есть и пить, потому что я позавтракала, то есть, но мало. У меня помидоры. Помидоры и овощи. Долина овощей томаты. Долина овощей томаты. Место рождения свежих. В общем, не знаю, насколько свежих, но, в общем, томаты у меня будут. Я буду я сегодня пить. Буду пить. У меня будет такая вода из Индии с перцем чили. Сильно газированная. Попью. Хочется мне острых ощущений. Хотя у меня после вчерашнего горла немножко болит. Начинаю, я ещё перцем у нас золотирую. Может, будет получше. В общем, вот она, конечно, уматная, то, что она с перцем. Вот я её ещё выпью. Остались у меня ещё сушёные бананы в большом количестве. Вот это витамины, мультивитамины я пью. Но я так чувствую, что я заболею всё равно, потому что невозможно с этой дачи без отопления, блядь, невозможно не болеть. То есть, и мне, опять же, приходится выбирать вот сейчас. Или для дяди Руслана принципиально пребывать на даче, хотя бы раз в неделю туда ездить. Там пиздец, как холодно. Там, несмотря на то, что там большая печка, реально большая до потолка стоит. Не какая-то буржуйка, а полноценная здоровая печка. Но всё равно, чтобы она давала тепло, её нужно протапливать часа три. И первые два-три часа там очень холодно, потом там становится теплее, но всё равно ненамного, потому что там очень пол холодный. И от пола идёт очень сильно холод. Так, ещё хлеб тихвинский. В общем, невозможно не болеть. Мне или нужно не встречаться с дядей Русланом, не ездить на дачу, или, блядь, всё равно я начинаю болеть, всё равно у меня начинает горло болеть, потому что нереально. То есть, нахождиться в неотапливаемом помещении долгое время и не болеть просто нереально. Тут дядя Руслан сковыривал вот эту вот штукатурку, бил по ней топором. Остались следы прекрасные на стенах. Тут, короче говоря, баклажаны я буду есть сейчас. Баклажаны печёные в томатном соусе... в томатной совести, хотелось сказать. В томатном соусе приготовлены из свежих овощей пиканта баклажаны печёные. Вот тут-то я пожру сейчас. Купила такие странные мочалки для посуды. Такие пористые. Слышала, что каждую неделю надо менять, а я уже не меняла, наверное, неделю три. В общем, для мытья посуды. И у них такой вид аппетитный. Они похожи не то на дорогой какой-то сыр, не то на какой-то клёвый хлеб. И мне сразу жрать захотелось прям. Такие у них большие такие поры. И вот, блин, сразу мне захотелось хавать после того, что я стала рассматривать эту мочалку. У меня постоянно теперь... Постоянно мне хочется есть. Ё-моё. Ну, я вот отвечу. У меня все пишут, что надо похудеть, что надо похудеть, чтобы я была стройная, красивая. Тогда и мужчины, и девушки, и все ко мне потянутся, как только я похудею. Ну, я говорю, чтобы похудеть в моём возрасте, с учётом того, что у меня все в семье были полные, и мама, и бабушка, и дедушка, и сестра все у меня были толстенькие. Вот. Ну, прям полное ощутимо. Мама похудела только после того, как у неё уже рак стал развиваться. Вот она уже стала худеть на фоне болезни. Вот. И я говорю, если такая наследственность, что все в семье были полные, похудеть будет очень тяжело. Это мне нужно прям буквально лишнюю ложку каши, блядь, не сожрать. А я так не могу, потому что я начинаю нервничать. И если я говорю, если я вот выхожу голодная на улицу, мне прям всех хочется разорвать, там, этих собачников, бабулек и прочих. Мне их прям хочется съесть. И меня бестят все, когда я кушать хочу. Да, кот? Такие дела. Я купила два больших длинных огурца. Зелёных. По акции. Куча посуды всё время скапливается. Вот даже когда я... Вот дядя Руслан ко мне приезжал, он даже не завтракал, но всё равно вот стаканчик для воды, стаканчик для того, для сего, две чашки из-под кофе, какое-то блюдечко, ещё вот тут вот ножик. Тут всё время какая-то посуда. То есть я понимаю, что если вы живёте, даже если вы работаете, то необходимо, во-первых, стиральная машинка, во-вторых, посудомоечная, потому что всё время какая-то иначе придётся вот это постоянное перманентное стояние у раковины, блин, с перемыванием посуды будет. Или вам нужно, если вы живёте с кем-то, прям сразу договориться, что вот один день один человек моет посуду, другой день другой, чтобы это не было. Или там один готовит, другой моет посуду. То есть как-то распределить обязанности. Иначе это будет, блин, постоянное стояние какое-то у раковины с посудой. У меня, во всяком случае, я утром мою посуду, я прихожу, ну утром я не успеваю уже. Раньше я успевала утром помыть, а сейчас я утром не успеваю. Я всё время прихожу с работы, что у меня всё время гора посуды в раковине. Всегда. Я не знаю, нужно не есть вообще, и не пить вообще, и вообще я ничего не делаю, чтобы не было этой посуды, потому что это кошачьи миски надо помыть, это вот стаканчик для воды, стаканчик для того, для всего всё надо помыть. И в общем, потом в итоге минимум полчаса у раковины стоять. И со стиркой там тоже. То же самое. Так, ещё у меня вот эти оливки без косточки. всё хочется сожрать прямо сейчас. Я понимаю, что это очень вредная еда, но, блин, я не знаю, полезную еду я вчера ела. Знаете, что я вчера ела в плане полезной еды? Я вот купила себе вот эту кашу, какашку, мистраль, пять злаков, смесь хлопьев, полезный завтрак за три минуты, натуральный. Но после того, как я это пожру, я хочу жрать ещё больше. Мне такое впечатление, что каша, она как-то сразу проваливается из глотки в кишки, минуя совершенно желудок. Наоборот, она как-то ещё лучше смазывает кишки, они начинают активнее шевелиться, и у меня ещё больше хочу есть. Плюс ещё, если я ем кашу, или если я ем овощи, да, у меня ещё и начинает живот часто после этого урчать, потому что у меня, видимо, начинает, активно идёт перистальстика кишечника, и у меня начинается ещё он как-то бурчать громко, так как будто он высказывает мне всё, что он обо мне думает, как будто он мне громко задает вопрос, а где же мясо, а где же хлеб, а где же калории, что это мне дали такое, как будто вот желудок мне высказывает за вот это вот всё, всё, что он обо мне думает. Ладно, если бы я ещё сидела дома. Ну, хуже. Я живот начинает на работе урчать. И тоже неловко. Если я на работе начну жрать, не в обедный перерыв, а так, то это как-то неловко, типа сотрудник не успел прийти на работу, так как я ни хера не успеваю, потому что там невозможно успевать. Вроде не успела прийти на работу, сразу жрёшь уже, сидишь на рабочем месте. А так как прям рядом со мной, прям за моей спиной сидит моя руководительница, мне неловко жрать на работе, потому что такое впечатление, как будто я на работу прихожу пожрать. Поэтому я стараюсь там есть только в обедный перерыв, а в остальное время как-то чаёк там попить, ну, как-то вот перетерпеть. Но если у меня начинает там ещё живот урчать, со мной ещё куча сотрудников сидит в одном помещении, мне, ну, совсем уж как-то, блядь, неловко становится. Вот, и поэтому я всё-таки утром перед работой съедаю пирожок ещё, чтобы догнаться как-то. Потому что вот когда я завтракаю вот этими сраными кашками, блин, я вообще к тому моменту, как я доезжаю до работы, у меня это всё растрясается, и я опять хочу есть. Вот ещё такая гречневая каша безмолочная, низкоаллергенная Хэйнс. Хэйнс, я не знаю, правильно или нет. Вот, купила ещё тоже в пятёрочке, в перетёрочке эту кашу я себе, типа гречневая. Я ненавижу гречку, но она типа как бы, типа вроде бы полезная, и я её взяла. Она не сладкая, вот она вообще, да, для тех, кто хочет похудеть, вот это вообще тема. Потому что она не сладкая, она не кислая, там ничего нет вообще. 100% натуральные злаки, без пальмового масла, пребиотик для здорового пищеварения, плюс там какие-то витамины. И она это повелась, и я её купила. Но там нету ничего вообще. Она вообще невкусная. Для прикорма, да. Вот я не назову эту пищей, это просто, блин, прикорм какой-то. Состав гречневая мука, волокна, цикория, пребиотические, нулин, витамины, минеральные вещества, содержатся сахара природного происхождения. То есть она не сладкая, она не солёная, она вообще ни о чём, никакая. И просто её можно бросить в желудок, чтобы он перестал рчать. Вот это единственное назначение этой ебучей каши. Ну или чтобы голова не кружилась, блин. Вот, потому что ещё вот вторая тема, если я воздерживаюсь от пищи длительное время, там 2-3 часа, у меня начинает сначала урчать желудок ругаться, а потом в следующем этапе у меня начинает кружиться голова. Потому что вообще у меня такое подозрение, что у меня сахарный диабет, ну или что-то похожее. Но всякий раз, говорит, ну сходите, сдайте анализы. Всё время, когда я хожу, сдаю анализы, анализы у меня нормальные. Я так думаю, просто для того, чтобы у нас нужно иметь или сахарный диабет уже в терминальной стадии, когда там нужно колоть инсулин, или вообще нужно иметь какой-то спидорак в терминальной стадии, чтобы у нас в наших поликлиниках вам скажешь, у вас херовые анализы. По-моему, если ты жив и сам самостоятельно можешь на своих ногах дойти до поликлиники, врач считает, что у тебя всё норм, тебе ничего не нужно, а если сахарный диабет, это нужно лекарство, это нужно какое-то медобслуживание дополнительное, бесплатно у нас ничего давать не хотят. А в Струнино программа с диабетом под контролем стоит где-то порядка 30 тысяч. У них есть там оздоровительные программы, всякие лечебно-диагностические, но они все платные, и там 20 тысяч, 30 тысяч, такие цены. Струнино, я говорю, это не Московская область, это Владимирская область. То есть в Московской области я даже не смотрю, если в Струнино 30 тысяч лечебно-диагностическая программа, только диабет. Если вам ещё нужно там что-то проверить почки, по гинекологии, давление, сосуды, то это вам ещё дополнительно, это следующая программа, ещё 30 тысяч. Ну и в общем, вот так вот. В Московской области я даже не смотрю всё это. Так вот, и я что-то вроде бы пока не настолько плохо себя чувствую, чтобы отстегнуть 30 тысяч, но всё же я чувствую, что что-то со мной не так. Так, потому что когда я не ем длительное время, у меня начинает сильно, ну как длительное время, я говорю, не длительное, буквально 3-4 часа достаточно мне перетерпеть без еды, у меня начинает кружиться голова, урчать живот, я очень плохо себя чувствую, у меня резко портится настроение, и я хочу кого-нибудь убить и съесть. Вот, собственно, поэтому, наверное, со мной никто не живёт. Я вот обратила внимание, что кроме кошек, у которых тоже всегда в таком настроении, то есть они тоже всё время хотят жрать, а если им не давать жрать, то они на ноги начинают охотиться. Поэтому у нас взаимопонимание с этими животными возникло. Купила я ещё кошачий наполнитель для кошачьего туалета, хотя я говорю, судя по логике людей, которые собак выводят гулять под окнами, то кошачье говно тоже можно выбрасывать прям сразу в окно и не тратиться, собственно, на кошачий наполнитель. Ну, это чудобрение, как бы, да. Купила клюкву, наклюкаюсь сегодня, потому что бальзам тундры я выпила вчера на даче. Купила клюква на коньяке. В общем, наклюкаюсь на ягодах и коньяке. Почитаешь, прям всё вкусно, медали, сколько? Пять медалей, ёма. Развесистая клюква. Какой-то знак, похожий очень на знаки советские, на самом деле, какая-то тут птичка изображена. В общем, как вот не почитаешь, полезная, прям алкоголь полезный. Чем больше бухаешь, тем здоровее становишься. Ну, кстати, я смотрю эти самые. Ну, иногда я, когда иду на станцию, мне нужно через монастырь пройти. Я смотрю, часто очень перед монастырём какие-то вот побираются какие-то люди маргинального вида такого, ну, как можно сказать, такое впечатление, что они регулярно употребляют алкоголь. Вот, создаётся. И я смотрю, они там и холод, и зной, они там стоят, и, видимо, они стали какие-то очень устойчивые к погодным условиям. Поэтому, не знаю, возможно, некоторых людей алкоголь закаляет, во всяком случае, не знаю. Они могут стоять там. Ну, я так понимаю, они просто не работают, и у них нет такого сильного стресса, который испытывает человек работающий. Потому что в современном мире, сейчас уже, я говорю, не советское время, где можно ходить в какую-нибудь контору и там сидеть, чай в мочу переводить целый день. Сейчас, чтобы хоть что-то заработать, хотя бы, я говорю, вот эту сиротскую тридцатку в месяц, нужно выполнять план. Ай, ой, хер, выполнишь этот план, продашь, потому что сейчас кризис, сейчас никто ничего не покупает, блин. Сейчас никому ничего не нужно. Сейчас, чтобы что-то продать, нужно голой жопой гвозди рвать. Да. Поэтому постоянный стресс. Вот что-то там мало работал, херово продал, недопродал. Компания из-за тебя там недополучила какую-то прибыль, из-за того, что ты там болел, опоздал, еще что-то там не сделал, жоповую заказчику не подлезал, плохо подлезал. В общем, медленно работал. И, в общем, постоянно вся вот эта система, когда ты работаешь на дядю, на какого-то, на дядю, на тетю, неважно на кого, она рассчитана на то, чтобы ты все время себя чувствовал каким-то виноватым, неуспевающим, и чтобы тебе зарплату не повышать. Потому что, я говорю, к примеру, на моем заводе работает, ну, допустим, 500 человек. И вот, если там каждому из этих 500 человек поднять зарплату там, к примеру, хотя бы тысяч на пять, то для завода в конце месяца это будет очень существенная сумма. Даже если поднять тысячи на две, это уже будет такая довольно существенная сумма. Допустим, две тысячи умножаем на десять, это двадцать тысяч, на сто это двести тысяч, правильно? Две тысячи умножаем на десять, двадцать тысяч, умножаем на сто, двести тысяч, умножаем на пятьсот, и вот и получается весьма круглая сумма. Поэтому, я говорю, даже чтобы поднять работнику, блин, зарплату на две тысячи, это нужно поднимать всему заводу. Это уже будет существенный расход для завода, поэтому проще как-нибудь придумать такую систему, где сотрудник будет всегда неправ. Вот. Я, конечно, меня сильно хвастит за мои высказывания, но они правдивые. То есть, ну, просто так и есть, так бизнесы строятся. Никто не будет себе в ущербе своего кармана там кому-то доплачивать какие-то премии или еще что-то. Вот. Если ты получил какую-то премию, значит, ты ее отработал в двухкратном, трехкратном или еще большем размере. Потому что это бизнес, сейчас уже все. Я говорю, сейчас вот эта командная экономика, она ушла. Сейчас бизнес, а он очень жестокий. Вот. Еще с учетом того, как у нас налоговая, как давит у нас сейчас на всех вот этих вот предпринимателей, им приходится тоже не сладко очень. И они вынуждены тоже закручивать гайки и в ежовых рукавицах держать подчиненных. Поэтому, я говорю, если вы где-то работаете по найму, каждодневный стресс вам обеспечен. Если у вас какая-то более-менее зарплата больше 15 тысяч в месяц, блин. Потому что у нас, я говорю, приезжают сейчас из депрессивных регионов люди, которые готовы работать и за 25, и за 20, и чуть ли не за тарелку супа, они там приезжают из этих недоразвитых азиатских стран. У них на 15 тысяч может жить семья из трех человек. Им там из дома присылают в посылках еду. Они живут там в общежитии, койко-место они снимают там за... Не знаю, сколько там за 5 тысяч в месяц. И им нормально, им хватает. Я говорю, а если ты живешь нормально, какой там за 5 тысяч в месяц, там койко-место там вам дешевле в общежитии обходится. Я не знаю, сколько оно там стоит, койко-место в общежитии. Но, в общем, видимо, им хватает с учетом того, что они деньги отправляют к себе домой на родину, а там у них все дешевле. Это как я получаю зарплату с Ютуба. То есть то, что мне платит Ютуб, Ютуб мне в среднем платит от 300 до 500 долларов в месяц моя зарплата в среднем. То есть у меня бывает 250 долларов, у меня бывает 300 долларов, у меня бывает 500 долларов. Вот в прошлом месяце вашими стараниями у меня там получилось, сколько-то там, почти 600 долларов. Спасибо вам огромное просто, ребят, за то, что вы меня смотрели, за то, что вы смотрели рекламу. И в переводе на наши деньги, на рубли, это уже больше, чем моя зарплата на заводе. Вот такая вот фишка. И вот, мне кажется, то же самое гастарбайтеры, которые у нас работают там за 30 тысяч, за 20 тысяч, для них это деньги более значительные. К тому же, скорее всего, их как-то поддерживают с родиной, либо они просто туда деньги отправляют, там копят на что-то. Я, короче, не знаю. Я не знаю, что их побуждает работать. Наверное, совсем кромешная нищета в недоразвитых странах. Вот, но получается, что жертвами вот этой вот нищеты и неправильной политики и всяких недоразвитых азиатских стран становятся наши российские люди, которым не повышают зарплату. Потому что смысл повышать зарплату, когда на твое место можно нанять двух гастарбайтеров. Да, смысл платить там 6А, нормальную зарплату там 70 тысяч, 80 тысяч. Ну, вот сейчас нормальная зарплата вообще. Я вот смотрю просто, я говорю вот так вот. Ну, я потом, наверное, попозже расскажу про свой доход. Вот, мне кажется, нормальная зарплата, это где-то около 1000 долларов, это где-то 70-80 тысяч сейчас. Вот, чтобы хватало не только на еду, чтобы можно было одеваться, на отдых съездить, на что-то копить. Это вот такая должна быть зарплата. А работодателю невыгодно платить одному человеку такую зарплату. На эту зарплату можно нанять трех гастарбайтеров. Двух или даже трех гастарбайтеров. Прекрасно. Прекрасно. Я говорю, получается так, что политика внешняя нашей страны поставила собственных граждан, извините, заражение раком в очень невыгодное положение. То есть мы у себя в стране, у себя на родине, у себя дома нас ценят меньше, чем гастарбайтеров. Потому что им можно меньше платить, их можно пинком под зад выгнать на мороз, если что, депортировать. Им не нужно декреты оплачивать, больничные и все остальное. И при этом нам еще говорят, надо больше рожать, а то у нас демографическая яма. Кто бы сомневался. Вот. Ну, ладно. В общем, еще следующая покупка у меня клюковка, потому что я сейчас наклюкаюсь. Пойду, потому что сегодня я злая. Спасибо всем, кто меня смотрел. С вами была Марина Морлок. Ждите моих новых видосиков на Ютубе. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте. Всем счастливо. Пока-пока. Дальше будет Мубэнк. Мубэнк.